Такая система осложняется тем, что в столичном метрополитене непростая структура Wi-Fi. К этой минуте у меня всё. А я с этой минуты только стартую. Расскажу для начала о погоде. Сегодня в пятницу она будет колебаться от минус одного. С утра была именно такая температура до минус четырёх. Вечером при этом будет пасмурно. Небольшой снег, но в данный момент, я бы даже сказал, он достаточно большой. Ветер у нас дует сегодня южный, семь метров в секунду. Завтра температура дойдёт и до плюсу с небольшим дождём. Включай форсаж! Экстремальный парк на Спорт.ФМ Это Спорт.ФМ и Экстремальный парк. Здравствуйте, Арташа Сантанян, меня зовут. Два часа мы проведём вместе. И наш экстремальный герой уже в студии готов к выходу в открытый эфирный космос. И давайте знакомиться с ним прямо сейчас. Леонид Камбуров. Один из самых известных роллеров страны. Ещё в детстве начинал заниматься на коньках зимой, а летом уже не смог остановиться и перешёл на ролики. Он завоевал практически все высшие награды в роллер-спорте, а в его арсенале только сложнейшие трюки и элементы. Он не может жить без адреналина и каждый день своей жизни посвящает экстремальному спорту. Леонид, привет. Привет, привет. Ты сегодня на коньках или на роликах ехал? Или на роликовых коньках совмещал? Да вот думал, может, даже на лыжах выбраться. Ну да, погода действительно позволяет. Вот я столкнулся с таким понятием, как верт-агрессивщик. Для меня оно совершенно новое. И я знаю, что ты один из лучших верт-агрессивщиков страны. И что это понятие в себя включает? Ну, на самом деле, даже странно то, что вот сейчас уже 15-й год, а рампы до сих пор ещё не так вот на слуху, скажем так, как half-pipe в сноуборде, например. Да, уже вот знакомый такой термин, уже прямо вот узнаётся, скажем так, если услышите. А вот на роликах это, в принципе, тоже достаточно давно существует. Я давно этим занимаюсь. И вот с 97-го года, скажем так, вот уже плотненько как бы этой дисциплиной занимаюсь. Получаю удовольствие, в общем, очень круто, мне очень нравится. Лёнь, ну вот в рампе это называется именно верт-агрессивщик, я правильно понимаю? Да, названий на самом деле много, везде по-разному, даже в разных странах по-разному называется. Где-то верт-райдер, где-то верт-агрессивщик, где-то half-pipe-мен, не знаю, ну по-разному. Тебе какое больше название нравится? Вы знаете, без разницы. Ты себя кем считаешь? Ну вот как ты себя обычно представляешь? Райдер, роллер-мен? Да проще, наверное, даже верт-скейтер, как ты вот такой созвучил ближе. У тебя такая длинная история взаимоотношений с роликами, и совсем скоро уже ты будешь отмечать такой полноценный юбилей в 20 лет, как я понимаю, буквально через год-другой. А вы, кстати, даже не задумывались, что уже, да, действительно скоро 20 уже будет. Забирай меня уже и целуй меня везде, да. Получается, что, в общем-то, полноценное совершеннолетие в этом году. Насколько я читал твою историю, в 96-м году, даже в прошлом году, было такое совершеннолетие пока по отечественному законодательству? Ну да, наверное. В 96-м начал? В 96-м году, да, начал кататься. Но тогда еще, наверное, рам-то не особо много было. Как ты стартовал вот в роликовом мире? Вы знаете, как вот с 95-м на 96-й год, действительно, правильно было сказано то, что много катался на коньках, объездил там все катки на тот момент существующие, прям очень, с таким уж очень сильным азартом увлекся. Пришло лето, хочется кататься, а катки вот в то время были не так уж доступны. Вот. Как-то на 9-й мая пошел с другом на поклонную гору, гуляли там все вот, смотрели там как там все, что как. И, в общем, увидели роллеры, которые прыгали с трех ступенек. Мне это казалось необычным. Буквально через месяц купил первые ролики и на дне города того же года впервые увидел рампу железную. Она была первая самая, то есть она была, конечно, по нашему текущему времени уже такая неказистая достаточно была. Но на тот момент она была прям какой-то огромной конструкцией. Я как увиделся, понял, все, мое, болею. Вот. И как-то вот из года в год катался. Когда-то получалось кататься, когда-то нет. Когда-то травмы, когда-то там, скажем так, работа, занятости и так далее не давали кататься. Но вот, тем не менее, до сих пор и катаемся, и сейчас уже не только умеем кататься и достойно выступать не только на российской, на международной арене. Ну и умеем и проектировать, и строить даже все эти фигуры. Рампы и мобильные конструкции, и разборные, то есть... Ну да, за 20 лет, что называется, ни одну собаку съел, ни одни ролики поломал. Да. Я хочу напомнить нашим слушателям координаты, по которым вы сможете участвовать в нашем эфире, сделать его более интерактивным, задавать вопросы, высказывать свои мнения, ну и, конечно же, обсуждать сегодняшнюю тему. 5533 слово «спорт» в начале сообщения. Это для ваших смс-посланий. Далее, это страница ВКонтакте. Здесь на первой главной странице, как, собственно, и в разделе экстремального парка. Вы общаетесь с нами, интересуетесь отдельными аспектами в жизни верт-агрессивщиков. Очень нравится мне это сочетание. Ну и, конечно же, обсуждайте сегодняшнюю тему. А для тех, кто желает позвонить, 276-09-32-276-1932, код столицы 495. Один из самых известных роллеров страны, Леонид Камборов, сегодня у нас в гостях. Лень, ну, у тебя рост, он скорее волейбольно-баскетбольный. Это сразу же бросается в глаза, не знаю, как было лет 20 назад, но, полагаю, ты уже тогда вымахал на сколько у тебя, метр девяносто? Метр девяносто. Ровно, да? Прямо впритык. Ну, либо разыграющий в баскетболе, либо, ну, хотя в российском баскетболе можешь и на позиции центрового сыграть с таким ростом, либо волейбол. Причем, я знаю, волейболом ты занимался и достаточно долго. Три года, плотненько, как бы, вот до роликов как раз-таки я и занимался. До этого было велоспорт и футбол, то есть все было очень круто, очень приятный вид спорта. Но, честно говоря, когда я ощутил ощущение полета вот от роликов, прыжки и так далее, то есть, ну, я понял, что да, все это классно, все это мне нравится, но вот реализовать хочется себя именно здесь. Может, ты пожалел, что в гимнастику в свое время воздушным акробатом не пошел? Нет, 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 на самом деле, действительно, как бы хотелось много чего попробовать и с парашютом до сих пор не прыгнул, хотя очень хочется, если честно. Вот, хочется действительно на разных поприщах себя проявить достойно, но вот, скажем так, углубленный и профессиональный я увлекся именно роликами, именно трюками. Вот, ну, вот как-то так. Как ты со своим серьезным ростом? Метр девяносто, это не шутки, особенно в роликах, где надо постоянно координироваться. Ну, и опять же-таки, длинные суставы, это к травмам. Есть такое, конечно. Ну, на самом деле, то есть, это, ну, какой-то дополнительный фактор такой преодоления себя, потому что, скажем так, с небольшим ростом, да, действительно, легче кататься, легче крутить трюки акробатические и так далее, но, с другой стороны, то есть, все можно, все, если хочется, если есть большое желание рвения, то можно преобладать, превзойти там все трудности и добиться результатов, то есть, где бы то ни было. Главное упорство, я считаю. Ну, вот сейчас тебе уже, в общем-то, приличное количество лет. Для роликов оно прилично или само то? Знаете, как, если, ну, я бы так сказал, если проходить ту школу, которую вот я прошел, да, вот по обучению на роликах, то есть, когда не было никаких условий, стоит рампа, там, буквально на высоты трехметровая и во мне там, ну, почти два метра, да, понимаете, то, что кататься и делать всякие там крутки на, там, три оборота вниз головой, то есть, ну, немножко сложновато. Соответственно, то есть, а если вот кататься в огромной рампе, в большой, то там, как птичка, себя вот в небе чувствуешь, летаешь, прям плавно все получается, поэтому даже от оборудования вот зависит. Если будет оборудование большого размера, например, на нем легче крутить все эти сложные крутки, вращения, там, и сальто и так далее, двойные. Вот, а на маленьком оборудовании, конечно, там попробуй выкрутить. Возраст, он не помеха сегодня крутить тройные и четверные сальто? Вот, а, и тут следующий момент, то есть, если начинать, да, вот кататься заново, то есть, учить все крутки без условий, это будет очень сложно, потому что, действительно, возраст дает себя знать. Но, учитывая всю предыдущую школу, то есть, я уже знаю даже, как научиться новый трюк с минимальным для себя ущербом, скажем так. Все трюки, они учатся через падение, и падать тоже нужно уметь. То есть, если потом подпрыгнуть, ой, хочу, как прыгнул, и все, потом оскребать из пола. Вот, а, то есть, подходить к трюку нужно именно, то есть, катаясь в защите обязательно, нужно учиться падать в одной плоскости. Провернулся в другую плоскость, потом поставил одну ногу, рукой там оперся, и потом уже убрал руку на одну, ну, потом поставишь вторую ногу, и все. Зная все эти нюансы, то есть, учиться новые трюки куда проще, и, соответственно, за счет этого опыта экономится очень много времени при обучении нового трюка. Ну, естественно, новое оборудование нужно хорошее. Ну, да, вот так вот языком профессионал, действительно, кажется, ну, что там вышло на рампу, крутанул здесь, ногу выставил, потом приземлился на вторую. Звучит красиво, а попробуйте вы это сделать. Лен, с какой попытки у тебя, вот действительно, или на каком месяце твоего обучения, в каком году начало все получаться, когда ты понял, что это не просто тебе нравится, не только стало хобби, но это еще и то, что у тебя действительно получается? Сколько времени на это ушло? Честно говоря, наверное, месяц-два. То есть, я не то, чтобы думал о том, что вот, мне нужно стать чемпионом мира или чемпионом страны, хотя, конечно, подсознательно это хочется каждому. Ну, я просто катался, как-то не ставил себе планки какие-то, да, вот, хотя нет, вру, ставил. Ставил себе планки, конечно, но это не было такой, прям, может, самоцелью, там, специально, прям, ради этого я катался. Я катался, в первую очередь, ради ощущений, ради хорошего настроения, общения с друзьями, с единомышленниками. То есть, это всегда и тянуло меня в этот спорт, всегда в этот мир меня перетягивало. То есть, ну, и когда уже учишься трюки, то есть, сегодня поехал кататься, раз приезжаешь с новым трюком или с каким-то вот продвижением в плане обучения трюка. Всегда приятно, есть какой-то результат. Вот, соответственно, это вот и всегда и держат в этом направлении. Скажи, ну, а вот как близкие реагировали, что ты забросил перспективный олимпийский вид спорта, волейбол, ну, например, да, и занялся чем-то неизвестным? Ну, все же, тогда о роликах можно было судить только по фильму «Королева бензоколонки», и то там ролики были особые. Да, да, есть такое. Конечно, то есть, я был, ну, как, не знаю, как многие считают, да, я себя считаю все-таки вот отчасти как бы первопроходцем в каких-то вот моментах. Скорость, сегодня говорим о роликах, причем о самых экстремальных вариациях. Один из самых известных ролеров страны, Леонид Камбуров, сегодня в гостях у экстремального парка. Арташес Антонян, меня зовут, и ваши вопросы зачитаю прямо сейчас. Александр интересуется, чем протирать лучше ролики, чтобы скользили. Один мне посоветовал подсолнечное масло, может, шутит. Тут же ему Дмитрий отвечает прямо здесь в ВКонтакте. Александр, нет, не шутит, но лучше оливковым. Сейчас спросим у профессионала, может, уже дошли до специальных каких-то составов, которые помогают скользить роликом прямо до безумной космической скорости. Лёнь. Да, берете просто бочку с маслом туда, ролики опускаете, доставите, одеваете, поехали. Прямо серьезно? Да нет, шутка, шутка, конечно. Не, на самом деле смазывать там нужно только подшипнички, да и то, как бы, в принципе, они сейчас делаются такие, что вот ты покатался, да, они вот убились спустя там месяц, два, там, неделю, в зависимости от стиля катания. Ну, и после этого желательно их менять. Но для того, чтобы не менять их часто, нужно не кататься по лужам, по мокрому асфальту и так далее. То есть подшипнички колеса любят сухость. Вот, а так смазывать их не надо. Если хотите кататься по перилам, например, по граням, то тут смазывать нужно именно непосредственно саму грань, а смазываться она парафином, то есть обычной свечкой. Не больше, не меньше. То есть вот и всё. Советы от настоящего профессионала. Ну, вот, Леон, сейчас в 2015 можно действительно много советов дать, говорить, что вот-вот эти колеса возьми, вот этот состав металлический лучше подходит и так далее, и так далее. А что было в 95-м и 6-м, когда ты начинал на заре твоей карьеры роликовой? Ты навряд ли тогда предполагал, что спустя 20 лет ты будешь об этом вот так вот рассказывать и будешь одним из лучших ролеров страны? Честно говоря, я подумывал о том, что да, скорее всего, мне светит именно эта карьера, то, что я буду там, я буду разговаривать, я когда-нибудь буду на чемпионате мира, буду дать интервью на международных каналах там и так далее. Когда-то я об этом очень много думал, вот. Но стремился я в первую очередь, естественно, не к этому, а стремился просто к тому, чтобы выехать утречком покататься, получить удовольствие от общения, от катания, от трюков, вот, и вернуться уставшим домой. Вот, и, в принципе, вот на что шел ориентир. Чем ты пользовался тогда? Я вспомнил королеву бензоколонки, но я все забываю, как те роликовые коньки назывались. Рядные или какие-то? Как парные, по-моему, они называются, там, как колесики попарные. Ну, если не ошибаюсь, там, на динамо катался. Точно не буду их ждать. Не знаю. Ты такие не пробовал никогда, или так, для интереса? Нет, не довело. Нет, на самом деле, если копать глубже в историю, то я тогда, получается, первый раз встал на роликах аж в 89-м, наверное, году. То есть, вот, имеется в виду именно такие ролики. Вот. А да, в 95-м, 96-м году действительно в плане роликов и всяких запчастей был дефицит. Все мечтали, там, о буквально топовых, там, одной-две-двух моделях. Это от Rollerblade, там, Bauer были такие очень хорошие ролики на тот момент. Они являлись лидерами. И у меня были ролики не прямо уж такого высокого уровня. То есть, приходилось аж даже, там, вот, насверлили всякие железки, Soulplate, платформочки всякие. То есть, из обычных фитнесовых роликов, причем даже не из самых лучших, как бы, вот, я сделал такое, как что-то вроде такого аналога агрессивной модели, как бы, да, и катался, прыгал, но через год они, конечно же, и концы отдали, как бы, пришлось, вот, искать другую модель. Переходить на другой. Слушай, скажи, вот, мне пока не совсем понятно. Ну, ладно, хорошо, ты, сам москвич, было доступно, где-то это можно было найти, достать. Но, а где ты брал информацию вообще? Интернета тогда не было. Не было. Не было каких-то журналов. В 95-м вообще слабо дана, что доходило. Страна о другом думала. Как у тебя получалось? Дело в том, что, знаете, как вот, сейчас печальные события, на Украине происходят, у меня там есть друзья очень хорошие, они приезжали к нам на соревнования, и я вот с ужасом сейчас смотрю туда и понимаю, что то, что творится там сейчас, тогда, когда начинал кататься, то же самое творилось и здесь. То есть, действительно, пока вот был хаос-кризис, вместо того, чтобы депрессовать и так далее, то есть я как-то вот, не знаю, как вот что-то, может быть, меня вело по жизни, вот, как вот, я даже в это верю, что-то то, что уберегло меня от многих подъездов, там, наверное, от всяких там тусовок нехороших и так далее. То есть я встал на ролики и поехал, начал кататься, мы через друзей где-то доставали видеокассеты, копировали их, видели всякие видеозаписи с международных соревнований, то есть были всякие люди, которые тоже откуда-то черпали информацию, но по крупинке, по чуть-чуть, где-то все-таки это вылилось в какую-то такую историю целую, и то есть на данный момент вот это выглядит так, как есть. О двух соревнованиях хочу спросить. Первое соревнование – это, когда ты вообще впервые поучаствовал в конкуренции с кем-то, я знаю, что тебе было 15 лет, и ты уже принимал участие в каких-то первых контестах. Второй вопрос будет о выезде за пределы России. Ну, давай начнем сначала с первой попытки, скажем так, проверить себя. Да, первая попытка была в 97-м, по-моему, году. Это были мои первые соревнования, на которых я ничего не занял, наверное, там, предпоследнее место, раскрошился там очень сильно. Что надо было сделать там? Ну, показать стабильность, показать какие-то поочередность трюков, пусть даже не самых сложных, но тем не менее на тот момент… Уже в рампе? Уже в рампе, да. То есть там уже, да, уже были какие-то мероприятия, то есть в которых уже проводились соревнования и даже какие-то выступления. Ну, я на самом деле на тот момент достаточно, я считаю, что я очень быстро как-то влился в такую вот центральную тусовку, да, то есть потому что через два года, как я начал кататься, выиграл уже первый чемпионат России, через полтора года, как начал кататься, впервые там поучаствовал, скажем так, ну и потом уже через два года, опять же после чемпионата России, были первые спонсоры, потом следующие спонсоры, ну и так дальше больше как-то вот все и пошло. Когда ты впервые выехал за пределы России? Что это за страна была? Это был Манчестер, это был 2005 год. Ты сразу же так взял и Манчестер укатил? Не сразу, не сразу, на самом деле прошло порядка 8 лет с того момента, как я вот уже почувствовал все это, потенциал международного спортсмена. Но обычно первая поездка это какая-нибудь Прибалтика, в общем-то. Нет, это было, было и тоже, я просто сразу же как бы имею в виду такую дальнюю поездку, потому что, понятное дело, мы по Украине и в Казахстан ездили, то есть тоже, казалось бы, за границей, да, но как бы я не считаю это за границей, это все-таки наши как бы вот... Близкие, да, мы с тобой родились в Советском Союзе, для нас действительно как бы оценивается несколько иначе. Ну а что касается Манчестера, что там за соревнования были? Да, это вообще отдельная история, даже в интернете где-то и я писал статью даже на этот счет. В 2005 году в Москву приезжал международный тур LJ Action Sport, на котором собралось 30 самых лучших спортсменов мира, это 10 скейтбордистов, 10 велосипедистов, 10 роллеров, и они показывали в рампе там невозбразимые трюки. Я там участвовал как судья мероприятия, ну уже будучи на тот момент центральным каким-то там таким роллером, меня пригласили посудить даже их, вот. В конце года у них была отборка на тур следующего года, 2006-го. Ну, я скажем так, у меня была там девятка такая потрепанная, и мне ее пришлось продать для того, чтобы поехать на соревнования. В результате гостиница оказалась где-то там за городом, до места соревнований приходилось ездить с красными поездами. И самое главное, самое вот непонятное, что это было такое, да, неожиданность такая, то есть в день соревнований отменяют поезда. Забастовку у них там или еще что-то как-то мне объяснили. Вот тебе и европейская стабильность, так? Да, ну, вот своеобразная, да, такая, скажем так. В итоге ты не попал на соревнования? Да, ездили там несколькими автобусами, и кое-как добрался. Ну, добрался до соревнований тогда, когда уже откатывал последний финалист уже, то есть я пришел, ну, жутко расстроился, но меня это не то, чтобы там, ну, как-то сломало там, например, да, как-то разочаровало. Конечно, там расстройство было очень сильное, то есть так готовиться, стремиться и вот так вот, скажем так, остаться. Ни с чем, как бы вот. Но спустя, сколько получается, спустя еще года четыре я уже ворвался в чемпионаты Европы, и просто, ну, на мой взгляд, просто разметал там все. Очень хорошая история. Казалось бы, многие в таких ситуациях, я уверен, что многие сломались бы, когда ты чего-то ждешь, вот получается такой пшик, психологически восстановиться тяжко. А тут получилось, что Леонида Камбарова это не только не смутило, но и подтолкнуло. Один из самых известных роллеров страны сегодня является гостем экстремального парка. Ждем ваших вопросов. 5533, слово «Спорт» в начале сообщения. Пишите смс. На пределе возможностей. Экстремальный парк на «Спорт.ФМ». Вызов в сборную на «Спорт.ФМ». Каждое воскресенье только самые достойные кандидаты. В это воскресенье в 10 утра режиссер Юрий Грымов расскажет о спорте «Взял табурет, как палбут дал. Прекрасный вид спорта». И вспомнит о фитнесе. Все равно я бегаю, все равно думаю, лучше бы и не бегать. Режиссер Юрий Грымов поделится знанием «Спорт.ФМ». Я знаю много бизнесменов, у которых адреналин уй-й-й какой в бизнесе. И, наконец, подведет итоги. Не надо, чтобы секс уходил в категорию «Спорт». Слушай вызов в сборную на «Спорт.ФМ». Каждое воскресенье в 10 часов утра. Реклама на «Спорт.ФМ». Секрет желания пить в душе – удобная душевая кабина из прочного стекла. А секрет ее изготовления хранит главстеклострой. Любые душевые кабины от главстеклострой. Скидка на монтаж 20%. 8-903-710-16-61. «Три кита» – это три слагаемых успешной покупки в одном месте. Крупнейший в Европе выбор мебели. Плюс баллы на карту «Малина». Плюс скидки. Крупнейший мебельный центр Европы «Три кита». Выгоды суммируются. Подробности на сайте 3kita.ru В «Метро». Выходные взрывные. В эти выходные снижаем цену на два товара сразу. Один из них – набор эмалированных кастрюль из четырех предметов – всего 999 рублей. Артикул уточняйте по телефону 8800-7177. Количество товара ограничено. You and Metro. Вы и «Метро». Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Живи футболом. 2006 год. Дортмунд. Рядовой матч групповой стадии чемпионата мира. Бразильцы, как и ожидалось, не стали долго церемониться со сборной Ганы. Пятая минута взрывает динамики всех телевизоров и радиоприемников мира. Казалось бы, что такого особенного в этом событии? А то, что мяч этот забил легендарный Роналдо. И стал он рекордом. По информации издания арендаторы получили письмо, уведомляющее их о необходимости ликвидировать зону до 1 апреля. Представитель Минфина подтвердил, что соответствующие документы уже готовятся. К этой минуте у меня все. В завершении выпуска о пробках. 4 балла такая оценка от портала Яндекс.Пробки. МКАД в сторону Рязанского проспекта. Здесь 35 минут традиционно теряется. Шоссе энтузиастов. Здесь много пробок. До Леоновского шоссе 25 минут. До авиамоторной улицы 30. Ломоносовский проспект. Минская улица от Мичуринского проспекта до Кутузовского. Здесь час потеряете. Старайтесь объезжать эти пробки. На высоте Эвереста. Экстремальный парк на Спорт.ФМ. Это экстремальный парк. Меня зовут Арташес Антонян. У нас в гостях сегодня один из самых известных роллеров страны Леонид Камбуров. Прочту то, что написали слушатели на нашем СМС-портале. И прежде всего на странице Спорт.ФМ ВКонтакте. Ну, во-первых, рассказывает Павел о том, что на дисках все брали. Я тоже на роликах агрессивных начинал кататься. 10 лет назад нам привозили видео. Сейчас все легче, так как появилась куча туториалов. Самое классное, когда приезжали в Москву в парк Адреналин. И там остальные роллеры помогали друг другу учиться по перилам трюки делать. Хорошее было время. Вот такие вот воспоминания. Ну что, мы зададим вопросы, как прогрессировать прежде всего главному роллеру страны. Человеку, который был единственным представителем от России в Редбуле в части роликов. Я правильно понимаю, да? Лень, как попасть в Редбул? Это организация, которая уже давным-давно за собой застолбила право называться главным домом для всех экстремалов. Ты у нас человек экстремальный. Тот вариант роликов, который ты для себя избрал, пожалуй, самый опасный. Ну, для того, чтобы туда, ну, скажем так, вообще получить какой-то спонсор, естественно, нужно иметь уже какие-то регалии. Помимо этого, нужно иметь громадный потенциал спортивный. Плюс к этому нужно просто оставаться хорошим человеком. И, естественно, быть разносторонним, как я считаю. То есть нужно не только быть, скажем так, узконаправленным специалистом в какой-то области, а вообще нужно быть разносторонним, позитивным, дружелюбным, жизнерадостным. Вот, в принципе, основные критерии, которые важны. Как ты оказался в Редбуле? Хотя, наверное, прежде расскажи нам, что ты делал после неудачного своего невыступления в Манчестере. Приехал в Москву, чуть-чуть порасстраивался. И потом прошло какое-то время, буквально, по-моему, там полгодика где-то. И поступило предложение съездить в Китай на полгода. Также параллельно поступило предложение помочь в Краснодаре с проектированием небольшого скейт-парка для выступлений. Сначала съездили в Краснодар, познакомился с очень хорошим человеком Константином Тарановым. Провели с ним мероприятия. После этого уехали в Китай. Пока мы были в Китае с командой, Костя сделал организацию общественную Extreme Sport Association. На данный момент ребята уже отстроили порядка 30 скейт-парков по Краснодарскому краю. То есть я там провел три года. Это приличная, очень приличная цифра. Это очень приличная, да. Вообще Краснодарский край у нас лидирует в плане экстрима. У нас там вот эта вот, скажем так, западная модель уличного спорта, все-таки ролики относятся к уличному спорту, она более чем приветствуется, развивается. И достижение краснодарских ребят говорит о том, что перспектива огромная, желание просто огромнейшее и потенциал также велик. Да, так и есть. Там действительно очень много потенциального народу. То есть детки прям вот действительно приезжают кататься. Ну, благо, что им есть и кому подсказать. И самое главное то, что те площадки, которые там отстроены, они отстроены руками самих спортсменов. То есть там, насколько я знаю, на данный момент, да, я просто сейчас уже немножко отошел от той деятельности, потому что все-таки в Москве я как-никак обитаю. Там, скажем так, даже вот профессиональных плотников даже до работы не всех допускают. То есть важно, чтобы человек и хотел кататься, и умел кататься, и хотел построить, и строил. Только поэтому, получается, фигуры именно того и формата, и масштаба, и расстановки, которые нужны самим спортсменам для максимального прогрессирования. Делают для себя это очень важный момент. Да, 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 да. Так и есть. Это очень важно. А Китай, Краснодар, твои передвижения продолжались. Как ты столкнулся с Рэдбулом? Что ты выиграл для этого? Ну, ничего для этого не выигрывал. Просто, скажем так, жил жизнерадостно, позитивно жизнью. Мне все было хорошо, все нравилось. То есть мы организовали мероприятия, ребята строили площадки. Ну и как-то вышли, так познакомились с Рэдбулом, дальше пообщались. То есть какое-то время я там поработал в офисе, потом решили, что мой потенциал, то есть можно использовать намного шире. Покатался за спорт и вот покатался за бренд, да, вот за сам вот этот. Благодаря, конечно же, Рэдбулу объездил очень большое количество чемпионатов. Очень много соревнований было выиграно. И в Москве мы организовывали вместе тоже чемпионаты Европы. То есть результаты более чем хорошие. Что запомнилось из твоих поездок больше всего? То фан, то веселье, то радость какая-то вот от того, что ты катаешься с легендами этого спорта. И больше от того, что не просто катаешься на уровне, но уже и даже чуть повыше уровнем. Скажи, а вот в плане кумиров у тебя были какие-то? Я понимаю, что ты совершенно самобытный спортсмен, который прошел становление самолично от самых низов, да, от 95-го года и поклонной горы до Рэдбула. Это, пожалуй, самый такой сложный путь. Он не скоростным оказался, но все же ты это сделал. И от этого, я думаю, гордость еще должна большей быть. Ну, есть чувство самоудовлетворения, конечно же, да, от того, что делаешь, от того, чем живешь. Но, честно говоря, я вот, ну, не было такой вот прям вот мысли, что я обязательно должен это сделать, должен достигнуть. Да нет, как-то вот, ну, будет, будет, хорошо, не будет, ну, я хотя бы поучаствую. То есть уже приятно. То есть настрой был таков, как бы вот. Ну, а то, что со временем начали приходить какие-то победы на чемпионатах, то есть победы в организационной какой-то деятельности, то есть, ну, это как-то вот само собой разумеюще все было. Может быть, действительно слишком много души и труда в это вложилось, да, к таким результатам. То есть, ну, тем не менее, вот так получилось, и, ну, мне просто приятно за это и все. Говорим сегодня с одним из самых известных роллеров страны Леонид Камборов в гостях у экстремального парка. Леонид, ты все-таки не ответил на вопрос вот сейчас, я не сомневаюсь, ты для многих являешься кумиром. А у тебя были кумиры? Да, в плане этого могу сказать следующее, что, конечно же, были. То есть это был и Крис Эдвардс, человек, который вообще придумал это направление в халпайпе, да. Потом на данный момент два брата из Японии, то есть они катаются с трех-четырехлетнего возраста, у них папа сам с мамой познакомились на роллер-бале. Потом появились у них вот эти два брата, вот, детки, да, которые сейчас являются просто двумя машинами просто в этом спорте. То есть то, что они творят, кажется, что это просто невозможно. То есть вот, ну, так крутиться на таких амплитудах, кажется, что невозможно. Ну, вот, честно говоря, вот так говорят и многие мои друзья, ну, вот я покатавшись с ребятами, я их знаю лично, то есть они очень хорошие ребята, ну, вот не кажется, честно говоря, что прям, ну, они прям настолько вот недостижимы. То есть я знаю просто, какое оборудование нужно для того, чтобы достичь такого уровня, какой процесс тренировочный должен этому соответствовать. Ну, и прежде всего, наверное, терпение и труд. Конечно, конечно. Но самое главное, я считаю, это даже не то, чтобы вот прям терпение и труд, это все-таки ассоциируется уже с какой-то обязанностью, вот, на мой взгляд, а просто желание вставать каждое утро и ехать, что-то новое получать, ощущать какие-то новые, там, ощущения, что-то вот новое чувствовать, да, вот новые какие-то ощущения от вращения, сальто какого-то там и так далее, то есть, ну, это здорово. А X Games были ли в твоей жизни? Да, да. Что они тебе дали? Ну, пожалуй, ты где был на X Games? В Китае? Да, в Китае. И что в тот год происходило вообще? Какие ощущения? Пожалуй, это самое громкое соревнование в экстремальном мире. Согласен, да. Это самое громкое мероприятие, но, честно говоря, то есть, мне кажется, ну, уклон идет не столько в спорт, мне кажется, сколько вот и шоу, и красивая картинка на ТВ, то есть, для них это мне показалось более важным, чем какой-то вот именно сложность там трюков, да, например, то есть, ну, я не хочу их критиковать, потому что работу действительно ребята большую провели, но когда я ходил по мероприятию, когда я покатался, поучаствовал именно вот со спортивной точки зрения, я почему-то начал думать не о каких-то минусах или плюсах именно спортивной направленности, я начал смотреть на это глазами, наверное, больше уже организатора, то есть, я хожу и понимаю, да мы дома у себя сделаем это, дайте денег, мы вообще просто таких 10 сделаем. Ну, действительно, как я вот уже, может быть, со своей уже там колокольней, да, пускай рассуждаю, но не кажется это уже прямо уж сверхсложным, каким-то необычным, то есть, зная каких-то людей, зная какие-то схемы, то есть, ну, уже можно сами это организовать. Не только спортсмен, но и организатор мероприятий. Вообще в России X Games возможен? Возможен. Ну, есть уже даже аналог, ну, не прямо, да, вот, картинка в картинку, но есть у Москва Спорта, Москва City Games мероприятие, которое имеет 50 площадок спортивных, в отличие от X Games, на которые там буквально, ну, может быть, 10 дисциплин там спортивных. Я считаю, что это покруче, чем X Games, но, скажем так, если чуть-чуть его доукомплектовать, доусовершенствовать, сделать из него, помимо прямо вот именно такого прямо сугубо спортивного мероприятия, именно добавить еще именно шоу элементов побольше, они там есть, действительно есть шоу активности в плане экстрима и так далее, но если добавить еще кое-что, да, то тогда получится вообще конфета. О кое-чем мы будем говорить далее. В следующей части узнаем, чем сегодня занимается по большей степени наш гость, Леонид Камборов, один из самых известных ролеров страны, и, конечно же, зададим вопрос, который уже слушатели несколько раз успели прописать, о травмах, какие сложные, травматические препятствия возникали в карьере нашего собеседника. Максимальные обороты. Экстремальный парк на Спорт-ФМ. Закройте глаза, вспоминайте. Сначала он здоровается. Колодин, добрый вечер! Потом он хвалит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Опасные трюки на агрессивных роликах. И здесь вот достаточно посмотреть первые секунд 30, становится ясно, что страха вот этого полета огромное количество. По сути, я могу сказать, Леонид, ты уже на парашюте-то полетал. У меня, в отличие от тебя, как раз-таки, да, была возможность на парашюте себя проверить. Ну и какое-то время, да, пару секунд без парашюта. Так вот, я смотрю, что ты гораздо дальше ушел, нежели я. Да, расскажи, пожалуйста, сколько травм у тебя было, какие самые неприятные в твоей жизни происходили? Да, знаете, как особо уж прям таких серьезных травм, ну, то, что я, наверное, называю серьезными травмами, такого-то не было, но, конечно, неприятности были. Там и трещина в локте, там трещина в кисте, то есть колени, связки рваны. Самый долгий перерыв, который ты делал, вынужденный. Вы не смогли, из-за травмы имеется в виду? Ну, я думаю, что полгода где-то, это только из-за того, что я тупо физически не могу кататься. Интересно, а какие мысли возникали в тот момент? Был ли желание вообще закончить с роликами? Нет. Дело в том, что какие бы травмы ни были, понимаете, как бы есть, ну, даже пара Олимпиада та же, да, посмотревшие вот то, что творят люди на пара Олимпиаде, можно просто в тряпочку сидеть, нужно сидеть и молчать в тряпочку на тему каких-то там травм и так далее, то что вот у меня что-то не получается. Нет, пока есть травмы, есть вынужденная вот эта вот пауза, да, в катании, то есть это важно даже это время хорошо использовать, например, если ты горишь своим делом. То есть можно сидеть и философствовать на какие-то вещи, можно сидеть и думать о том, как вот я вот выздоровлю, да, вот как я буду восстанавливаться. Вот так вот. После того восстановления я сделаю вот так, потом вот так, вот так, вот так. И именно получается так, что благодаря какой-то травме ты сидишь и дальнейший процесс обучения, ты, ну, экономишь кучу времени на этом процессе, потому что ты все обдумал в момент вот этого вот, в момент травмы, пока ты дома сидишь с этими мыслями о катании, но без катания. У меня есть еще несколько вопросов. Сначала от себя. Какой трюк твой самый любимый? Расскажи про него, как он делается. Самый любимый, вот не знаю, их несколько на самом деле. Я люблю не только в рампе кататься, люблю большие трамплины, большие полеты. То есть там у меня любимый трюк в месте девять. То есть это два с половиной оборота вместе с сочетанием сальто, да, такими словами, скажем. Вот. В рампе это мой любимый трюк, это двойное сальто и Маквист и Нейтин. Это три оборота вниз головой. Там Фэки Биеву 900, это два с половиной оборота. Я смотрю, арсенал приличный у тебя. Ну, да не знаю, наверное. Ну, может быть, да, со стороны. Мне просто, вот, честно говоря, изнутри кажется безумно малое количество трюков, которые вот я могу озвучить, потому что их все-таки при велике множество. Большинство трюков я могу делать, но самые такие любимые, их много, тоже могу сказать. И вот тот же вопрос задает слушатель из «Контакта», он подписан весело, бренд «Дэниел». Вопрос такой. А всегда ли новые трюки получаются лишь после многократных падений? Ну, я так понимаю, он сейчас что-то изучает, видимо. Вот дело в том, что падения у тех людей, которые не катаются, например, они ассоциируются с травмами в первую очередь. То, что придется много падать, будет больно и так далее. А в падениях нет ничего страшного. То есть, если кататься в защите полной, да, вот полностью одеваешь полную защиту, приходишь на рампу и начинаешь просто учиться падать. То есть, это то же самое, что, то есть, я могу одеть защиту и просто рыбкой вот в радиус спрыгнуть. И если в защите, ничего не будет. Нужно просто научиться, как бы, именно использовать защиту во время падений. Ты всегда в защите катаешься? Да, всегда. Ну, скажем так, сейчас я не использую, когда я просто катаюсь, я не использую перчатки и локти, хотя надо бы, да? Даже тупо по физическому состоянию. Вот. А если тренируюсь какие-то вещи, что-то новое, то это обязательно. То есть, потому что ситуация разная бывает. Да, движения сковывают, то есть, неудобно, да? Например, как-то тогда жарко очень сильно. Но, тем не менее, когда ты снимаешь защиту уже, и когда ты делаешь уже отработанный трюк, ощущение умножается, ну, минимум в два раза. Вот, поэтому я очень рекомендую учить новые трюки в защите, а потом, когда уверены в трюке, уже тогда можно экспериментировать и пробовать. Вот такой вопрос от Кирилла приходит. А правда ли, что существует фигурное катание на роликах? Есть, конечно. Есть очень много направлений, причем они сейчас на таком уровне уже, что смотреть одно удовольствие. То, что творят наши ребята по фигурному катанию, то есть, это, ну, скажем так, с лалом, да, артистик с лалом, есть такие дисциплины разные. То есть, это действительно смотришь, это завораживает, реально. То есть, уже физика и пластика настолько уже люди вот натренировали, что это уже не те далекие года, когда тоже, опять же, все смотрят. Ну, а то у нас вот так вот, когда у нас такое получится. Скажи, Леня, а каким у тебя был вот этот 2014 год, прошедший? Какое главное достижение? Главное достижение, это то, что я, наконец-таки, достроил свою рампу. Свою личную? Личную, да. На дачном участке, причем не то, что на дачном, просто на лесном участке. Там сам построил сарай, туда привез доски, брус, дерево. Устал, честно говоря, общаться со многими и людьми, и спонсорами, и партнерами там по-разному. Просто, действительно, это большой бюджет, его можно использовать по-разному. Большие компании могут, знают, как наиболее эффективно это использовать, но, скажем так, я не большая компания, у меня есть какой-то там ресурс. То есть, мне очень хочется построить что-то, сделать что-то такое в нашей стране, что будет, в чем можно именно летать. То есть, потому что вот рампы, которые у нас есть, они хорошие есть, да, но они не раскрывают полного потенциала этого спорта. Ту рампу, которую я построил, она разборная, мобильная, пригодная для мероприятий. Как ты ухаживать за ней будешь? А зачем? Не, а ухаживать там свою систему, то есть, это замена каких-то досок, материалов, там, какой-то фанеры, это со временем... Она под накрытием каким-то стоит? Сейчас она не стоит, сейчас она лежит разобранная, лежит за городом, разобранная под тентом, ждет своего сезона, как бы ждет уже... У нас есть такая рубрика, она называется «Блиц-опрос», мы сейчас ее побыстрее, пораньше проведем, дабы еще на некоторые вопросы успеть ответить. И, в общем-то, здесь будет предложено порядка десяти вопросов. Один из вариантов ответа, который ближе к тебе, ты и выбирай. Блиц-экстрим Ну, поехали. На коленник или на ладонник? На коленник. Защита головы или колена? Головы. Выбор такой, да? Прыжок или кувырок? Прыжок. Я знаю, что ты катаешься под музыку, рок или металл предпочитаешь? Нет, абсолютно разную. По настроению. Олимпиада или X-Games? Я бы, на самом деле, придумал бы свое мероприятие покруче. Искусственный трамплин или природный рельеф? У-у-у, вы знаете, в моем случае это искусственный трамплин. А тогда фигуры или трамплины? Одинаково, на самом деле. Кино или книга? Книга. На пределе риска или спокойствие и точность? Спокойствие и точность. Ну и, наконец, один сумасшедший трюк стоит трех-четырех попроще? Нет. Лучше сделать то, в чем уверен? Да даже если ты не уверен, даже если ты этот трюк, в который входит, в котором можно сочетать, или в котором есть вот эти все другие три трюка, то есть, ну, это круче. Реально круче. Скажи, чем на 2015 год ты занят? Какие уже планы есть? На данный момент пытаюсь сверстать календарь мероприятий, ищу партнеров, переговариваю с потенциальными спонсорами, общаюсь с друзьями, тренируюсь, катаюсь, планирую построить еще какое-то количество оборудования. То есть, нужно построить двусторонний фанбокс и квотерпайпы мобильные для того, чтобы обеспечивать какие-то выездные мероприятия, может быть. Скажи, ты успеваешь кого-то еще и тренировать, может быть, давать советы? Да, на данный момент вот в нашей школе, вот она на Семеновской находится, от сайта Roller.ru мы проводим занятия, инструктаж всех желающих, кто хочет научиться кататься на роликах в рампе, поэтому и инструктирую тоже в том числе. А ты успеваешь заниматься всеми своими направлениями? Что больше отнимает времени? Тренировки или вот такая общественная деятельность? Вы знаете, честно говоря, очень-очень-очень сложно совместить все-все-все. Столько всего хочется, и на все, и времени не хватает где-то срезов, где-то ресурсов. То есть, потихонечку, полигонечку, но стараюсь двигаться во всех направлениях. Нам было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо за то, что ты делаешь. Спасибо за то, как ты это делаешь. Спасибо вам. Ну и спасибо за советы от слушателей. Один из самых известных ролеров страны, Леонид Камбуров, сегодня рассказывал, кто такие верт-агрессивщики. Спасибо. Дети никогда не меняются. Просто одни каждый год становятся на год старше, а их место занимают другие малыши, которым нужно столько же внимания и заботы. Юные спортсмены – это тоже дети. И с каждым возрастом свои хлопоты. Новые истории о самых молодых футболистах. Детская трибуна на Спорт.ФМ завтра с 9.30 утра. Задай вопрос ведущим Спорт.ФМ на короткий номер 5533. Слово «спорт» в начале сообщения. Спорт.ФМ Реклама на Спорт.ФМ Семнадцать мгновений зимы. Летопись «Сочи». День пятнадцатый. Пятница, 21 февраля. Женская биатлонная эстафета. В ней Россия в истории Олимпийских игр никогда не оставалась без медалей. Однако в Сочи наша команда подошла к ней в ужасном состоянии. Ольга Вилухина, ранее выигравшая серебро в спринте, в этот день была нездорова, но на старт пришлось выйти все равно. Остальные наши девушки показывали в личных гонках результаты далеко за пределами десятки, не говоря уже о призах. И тем не менее, мы верили и надеялись. А после того, как на первом же этапе практически выбыла из борьбы Германия и фактически Франция, шансы внезапно стали вполне осязаемыми. Более того, Вилухина на последнем этапе могла добежать и до золота, но украинки гонку провели идеально и по праву забрали победу. Впрочем, после такого неудачного турнира и серебро стало для россиянок неплохим утешением. А в полный экстаз страну тем вечером привел человек, которого у нас еще два года назад практически никто не знал. Виктор Анн, трехкратный чемпион Турина в шорт-треке, который отказался от выступлений за родную Корею в пользу России. Говорили, что короткие дистанции 29-летнему спортсмену уже не под силу. Но тактический мастер-класс, который Виктор показал в сочинском финале, навсегда... Субтитры создавал DimaTorzok